Что выбрать? Инвестиции в акции или облигации? Где-то в середине ролика я расскажу про один момент, где вам поможет, если вы выбрали и то, и другое. В любом случае вам поможет. В общем, смотри видео до конца, потому что инфу я прячу. Потому что всю выдать инфу не могу, ведь получится каша. Поэтому, когда классный момент выйдет, я ее скажу. Начинаем. Что лучше, инвестиции в акции или облигации? Вот так оно было, как я помню. Инвестиции в акции и облигации. Вроде бы так. Просто я смотрел ролик один, и там сказали, что лучшие облигации, ведь они прибыльные. Но для начинающих облигации это что-то нечто. Потому что вам нужно тогда много денег в Украине, чтобы купить облигации. Нужно, как я понял, иметь 100 тысяч гривен. А в акции там, как стандартно, только нужна комиссия огромная. И там в долларах. Где-то 20 долларов, там еще зарегистрироваться в какой-то сайт. Я мог, конечно, зарегистрироваться до сих пор в этом сайте, но это не сделал. Потому что не доходили, наверное, руки. Поэтому напишите, кем ты река. Зарегистрируйся в этот сайт, если ты с Украины хочешь знать, как инвестировать в акции. Облигации вроде бы понятно, где их найти. Самый легкий метод. Ютуберы вам рассказывали, украинцы. На украинском языке. У нас тоже есть украинский канал, поэтому ссылка в описании. Напомните, пожалуйста, чтобы кинуло. А то я знаю, что я всегда забываю, всегда пишу в описании. И все. И чтобы все было ок. Так. Акции от телеоочнающих. Там минимальная ставка. Облигации. Там нужно попотеть. И ведь вы покупаете в компании. Само можете прийти в эту компанию. Или где-то дистанционно. Например, возьму компанию Coca-Cola. Потому что Новый год, понятно дело, акции Coca-Cola. Мы сейчас выбираем акцию. Очень выгодно сейчас. Прям как биткоин, прикиньте. Я сейчас биткоин, кстати, немножко закупил. Это на следующем видеоролике расскажу. Облигации. У нас компания Coca-Cola, например. Облигация. Вы должны прийти в эту компанию. Сейчас зима, поэтому как-то так вот. Если вы сможете прийти, это будет супер. Лучшее, то это другое. Но облигации там много процентов. Где-то 15-20. И так дальше годовых. А в акции 0. Даже может быть минус. И так 5, 10, 15, 20, 35. И так растет, кстати. Потому что акция может вырасти. И акция может упасть. А вот облигации, ну они такие вот стабильные. Ну не такие огромные, как-то вот так вот. Но они растут. То есть там выгодно по стабильности. Так, ну что, это момент настал. Так что я рассказываю. Смотрите, значит, первый год у нас был. Ну сначала, перед этим годом у нас был. Крыса. Год крысы, где все ломается, грубо говоря. Где, говоря, это невозможно заработать. А перед крысы была свинья. Ой, свинья. Крыса первый год. Синья 12 цикл. Где вы могли много денег заработать. Это был какой год. Сейчас вспомню 2021-2020. И они так много денег сработало. Перед, как там зовут ее? Синьи год. Там заработало достаточно хорошо. Значит, сейчас уже год закончился быком. Второе место. Потому что крыса хитрая у нас все ломает. Бык, говорят, работает много. Третье место вроде бы лошадь. Как говорят. Поэтому посмотрите, пожалуйста, и подумайте, что нужно. Это дополнительно, это не важно. Если вы реально хотите, что это дополнительно принесет вам доход и скажет ваше состояние, стоит ли инвестировать или не стоит. Бык, это значит, если у вас осталось там пару дней, вы успеете начать что-то. Блин, я не начал все же делать такую штучку. Расскажу, наверное, в следующем ролике. Потом палиться много раз нельзя. Я еще не палился, чем я занимаюсь. Не, ну какой-то палился, конечно, в ролике. Можете найти. Легко. Вот. Я это не сделал. Но, я думаю, не страшно. Думал, лошадь, она такая же самая, как и бык. Так что такое же самое состояние. Поэтому, то, что вы делали в 2021 году, делайте в 2022 году. Потому что одно и то же, но немножко услабит вашу удачу. То есть, немножко нужно попотеть. А в следующий год нужно изучать, изучать, изучать. И вспоминать об этом. Напомните себе. Ну что ж, нужно продолжить в следующем ролике. Вот это все. Так, дальше мы поговорим про дивиденды. Дивидендные акции. Они лучше, чем акции. По причине того, что не похожи на облигации. Как-то смешанно все. Я их не покупал. Я не покупал облигации. Не покупал акции. Возможно, вы дожди, компанию. Мы инвестируем в компанию. Ну-ка, напомните мне. Биткоин еще, как-то я влюбился слишком, да. А мог акции купить? Да, мог. Поэтому, если биткоин пойдет. Сейчас нужно узнать. Сейчас биткоин просто говорят. Пад растет. Я купил, когда он был на грани. Он еще раз упал. Блин, я в шоке сейчас. Когда биткоин в России, тогда я его продам. Нужно еще перестать. Потому что может быть упасть. Потом еще раз биткоин в России. Я вот тогда продам. Или еще раз спать. Потом еще раз биткоин в России. Я вот тогда еще продам. Чтобы я заработал достаточно хорошую сумму. Там 100 гривен, 200 гривен. Хорошая сумма, так грубо говоря. Или мне еще остались деньги. Или я буду ждать, когда биткоин на счет упадет. До нижнего уровня. Когда биткоин не будет стоить миллион гривен. Вот тогда в принципе можно закрутить. Потому что биткоин вырос миллион восемьсот тысяч гривен. Я в шоке был. Семьсот тысяч гривен. Если миллион вы вложили. Вы в 800 тысяч гривен. Вы получили там акция. Комиссия. Какая-то огромная. Так, шестьсот тысяч. Семьсот миллионов. Ой, семьсот тысяч. Семьсот пятьдесят тысяч ваших. Прикольно. А если полумиллиона было бы еще меньше. Если еще, еще, еще. Это копья, что происходит. Если есть огромные деньги, то можно и биткоин подумать. Тоже проинвестировать. Когда на уход. Это вообще шикарно. Падает, растет, падает, растет. Я попробую этот метод. Потому что я ни разу, никогда биткоин покупал зимой. Я покупал летом. Только начал. Уже год почти скоро будет. Ну, вроде и все. Всем удачи. Всем удачи. Всем пока.